Кстати, еще по поводу вакансий. Очень интересная история сейчас разворачивается на территории Туманного Альбена. Никто не будет, а британская королева сейчас ищет себе помощника, точнее уборщика. Шанс есть у каждого, потому что, как таковой опыт не требуется, главное это педантичность, я так понимаю. Пол, возраст, значения не имеют. Во всяком случае, об этом нет ни слова в разделе вакансии Букингемского дворца. Давайте как раз посмотрим на сайт, раздел вакансии. Ну вот, собственно, он у вас перед глазами. Сейчас мы увидим полный список вакансий. Кстати, вакансии конкурсные, потому что, конечно, определенное время выдается соискателям на то, чтобы и вообще HR, чтобы найти каких-то сотрудников. Ну что, давайте посмотрим, кто нужен королеве. Здесь и электрик, вот я вижу, и первая вакансия секретаря. Ну мы давайте, да-да-да, вот уборщика, да, нажимаем на уборщика, посмотрим, что как раз полагается и сколько он получает, да, и что ему нужно делать. Ну соискателям предлагают примерно довольно приличную сумму, там около 70 тысяч фунтов за год. Это, конечно, зарплата. Трудиться придется по графику 5-2. И, кстати, полагается 33-дневный оплачиваемый отпуск. Еще раз по поводу зарплаты. Я оговорился, конечно, потому что так 70 никто не получает. 16 744 фунта, если быть точно. Мы, конечно, знаем, что англичане, они очень педантичны, поэтому все читают буквально до копейки, если можно так выразиться. Главное, что теперь требуется от кандидата за такую сумму, ну это поддерживать в чистоте исторические залы, мебель, а также время от времени проведывать другие королевские замки, проживание и питание, кстати, за счет владельца дворца. Причем жить, опять же, и питаться будет приятно, я думаю, на территории работодателя. Какие еще были вакансии интересные в плане того, чтобы устроиться туда, в Букингемский дворец, если вдруг кто мечтает? Ну вот я помню, что была вакансия «Мойщик посуды», совсем недавно, о ней сообщили многие журналисты. Ну зарплата была примерно такая же, то есть полтора миллиона уже рублей. То есть давайте пересчитаем, все-таки будем ближе к нашим реалиям. А в месяц это получается 125 тысяч за 30 дней. Вроде бы неплохо по нашим меркам, но ведь в Британии цены повыше наверняка. Правда, это опять-таки с питанием и проживанием приятный бонус. Опыт здесь, опять же, не требуется и всему, конечно, обещали научить, обучить на месте. Перспектива, кстати, карьерного роста до повара. Если кто не хочет возиться с кастрюлями, есть альтернативная история, королевский СММщик. Ну что за это нужно? Конечно, ввести какие-то аккаунты в соцсетях, в Твиттере, в Инстаграме. Зарплата здесь гораздо выше 4,5 миллиона в год. Опять же, в рублях мы это переводим, считаем, по нынешнему курсу. В месяц получается 375 тысяч за 30 дней. И опять же, бонус, бесплатные обеды. Как видите, нужно ввести вот примерно так социальные страницы. Перед вами сейчас Твиттер, выкладывать фотографии, делать репосты. Конечно, делать все это с умом. Здесь потребуется опыт, знания, я так понимаю, какой-то информационной повестки, знания вкусов королевы вообще семьи из высшего общества. Среди плюсов в описании вакансии, кстати, есть такой момент. Ее Величество твитит нечасто. Можем, кстати, ознакомиться с результатами работы успешного кандидата. Сейчас перед глазами как раз вот аккаунты в Твиттере и в Инстаграме. Вы тоже можете, собственно, в рекламу, например, зайти на эти аккаунты и посмотреть, что же такого интересного. Вот за 375 тысяч в месяц на этих аккаунтах появляется. Еще вакансии, кто далек от высоких технологий, предпочитает больше классику. Требуются периодически королеве в помощь часовщики. Что требуется? Это заводить, конечно, хронографы, чистить их, ремонтировать эти реликвии. И здесь зарплата 2,7, ну почти 3 миллиона в год. А ведь здесь, конечно, придется реально попотеть и потрудиться, потому что во всем дворце 350 часов. Это только в Букинге. Конечно, многие из них имеют историческую ценность, так что, не дай бог, там шаг влево, шаг вправо, где-то что-то повредить. И можно, конечно, не то что без зарплаты остаться, но еще оказаться должным кругленькую сумму. Ну и теперь вакансия, опять же, тоже очень интересная. Может быть, она заинтересует некоторых девушек. Требуется королевская костелянша. Вот как это была нужна королеве. Ну что такое костелянша? Такая устаревшая, конечно, история, что я говорю. Заведующая бельем, проще говоря, на современный лад. И здесь зарплата 1,5 миллиона примерно в месяц. Ой, простите, в год, конечно. Нужна, в общем-то, особо королеве, которая имеет безупречный вкус и страдает острой формой перфекционизма. Это все, кстати, было буквально дословно, поцитатно оформлено в вакансии. Но хочется верить, что королева нашла достойного человека и на эту работу. Но ведь остается вопрос, а как самому устроиться на работу под крылом королевы? Ведь для многих это, возможно, мечта. Давайте обсудим с представителем портала Superjob.ru Иваном Кузнецовым вакансию мечты. Хотя, может быть, он со мной не согласится. Иван, приветствую вас. Итак, идея фикс. Устроиться к королеве на работу. Что для этого нужно сделать? Как вы думаете? Добрый день. Но я думаю, что для начала, если действительно мечта такая есть, надо очень внимательно прочитать вакансию. Потому что вдруг там обнаружится такая еще скрытая, как говорится, графа, что это только для резидентов Великобритании. Тогда, не будучи гражданином, можно бросать эту затею. Ну, что еще можно сказать? В принципе, для того, чтобы попасть на вакансию своей мечты, надо сделать резюме, которое покажет, что именно вы лучше всего подходите под эту вакансию. Поэтому не ленимся. Смотрим конкретные требования в вакансии. Например, вот вы сказали сейчас, что там на одной из должностей был нужен человек с безупречным вкусом. Ваше резюме должно доказывать, что у вас действительно безупречный вкус. А вот мне прямо интересно, а как это доказать в резюме? Что представить какие-то работы художественные своего вкуса? Да, в том числе и представим. Ну, сейчас вот у нас на портале есть просто возможность добавлять портфолио. В чем проблема? Фотографируем или подбираем какие-то иллюстрации. И в резюме прямо пишем. Смотрите, на предыдущем месте работы я подобрал безупречную коллекцию постельного белья для своего работодателя. Все. Интересно, что это был за последний работодатель с подбором белья? Иван, хотел вас спросить... А что же вы хотите? На Костеляншу в Букингемский дворец попасть без опыта работы? А кто знает, а кто знает. Вот мы у вас интересуемся, а может быть действительно... А вдруг я вот, например, захочу вот так вот неожиданно переехать и устроиться к Костелянам, да, к королеве Британии. Что мне для этого нужно? Да, вот я вас и спрашиваю, поэтому интересуюсь. Кто знает? Иван, хотел вас уточнить по поводу других вакансий, которых там действительно очень много. В разное время они там появлялись. Конечно, более такая нам понятная, наверное, СММ. Это ведение каких-то аккаунтов в социальных сетях, в Инстаграме, в Твиттере. Примерно 300 тысяч с чем-то плачется. Собирается платить королеву человеку. Это в рублях, конечно. Собирается платить человеку за ведение этих аккаунтов. Примерно столько же получают специалисты у нас на родине. Вот по-любому же у некоторых звезд, там, шоу-бизнеса, может, у некоторых политиков тоже есть такие вакансии. Вести там социальные сети, Фейсбук, там, Твиттер, Инстаграм. Сколько там получают для сравнения? Такие вакансии, конечно, есть. И здесь уровень оплаты, он будет зависеть исключительно от профессионального уровня кандидата и тех задач, которые перед ним поставит заказчик. То есть это может быть от каких-нибудь условных 30 тысяч рублей в месяц, и дальше верхняя цифра будет теряться в формулировке по договоренности, но она может составлять и сотни тысяч рублей, если задача масштабная. То есть если перед вами ставят действительно уровень известной персоны, говорят, что количество подписчиков должно измеряться сотнями тысяч, а лучше миллионами, что вы обязаны следить за репутацией в соответствии с каким-то техническим заданием или, опять же, согласно своей квалификации не допускать никаких ошибок. Да, здесь можно зарабатывать большие деньги. Другой вопрос, что такие вакансии очень редко попадают на открытый рынок. А вот про закрытый рынок, кстати, можно вас спросить, может быть, не совсем по нашей теме с вами. Но все-таки интересно, вот действительно ведь есть какой-то, ну это не черный, да, такой теневой, вполне себе законный рынок работы, когда вот не видят в открытом доступе. И вообще как происходит, и почему именно вот таким образом пытаются найти сотрудников, особо не привлекая каких-то людей со стороны? Ну, потому что до сих пор, несмотря на все развитие технологий, интернеты, социальные сети, телекоммуникации, до сих пор наиболее действенный инструмент трудоустройства – это персональная рекомендация. Я уверен, что вот на позицию ведущего на ЛАФ ведь не объявляют вот так широко и масштабно какие-то конкурсы. Наверняка эта вакансия закрывается достаточно быстро по все-таки вот рекомендации. Ой, мне кажется, вы ошибаетесь, ой, мне кажется, вы ошибаетесь, да, если вы сейчас забьете, например, в поиске ведущей на ЛАФ, мне кажется, вам какая-нибудь вакансия откроется, нет? Попробуйте вот после эфира это сделать. Может быть, если захотите, может быть, тоже смеете работу. Хорошо? Ну, пожалуйста, ради бога. Просто, мне кажется, на другом портале, на Суперджоп она есть, но, мне кажется, есть такая вакансия. Иван, хотел вас вообще спросить, вот, может быть, подытоживая наш весь разговор, вообще, стоит ли ехать за границу в поисках счастья, в поисках хорошей работы, хорошей зарплаты? Или, в принципе, даже несмотря на экономические там некоторые трудности, можно, в принципе, у нас хорошо устроиться? Или это разговор только про Москву и Петербург, опять же, в провинции? Лучше искать что-то, конечно, в город побольше, а может быть, даже страну другую? Вы знаете, вопрос, конечно, с подвохом, потому что счастье каждого человека, оно у него свое, и где находится, это решать только ему. Но есть очень сейчас важная вещь на рынке труда в России, на которую стоит обратить внимание. В регионах, в городах не столичных стали сейчас появляться вакансии, которые конкурируют с московскими и питерскими. Мы вот у себя на портале очень хорошо видим, что даже выпускник столичного вуза по определенной специальности, например, в сфере сельского хозяйства, если он внимательно смотрит возможности, в том числе и не исключая для себя переезда, он может найти работу, которая будет и с хорошей зарплатой, вполне столичной, и с великолепными карьерными перспективами, что может быть даже важнее для многих людей на определенном этапе. Иван, а можно еще такой более общий вопрос, скажем так, обратная сторона медали. А вот заграничные работодатели, вообще понятно, зачем они привлекают, может быть, иногда иногородних. Вообще есть история про то, что когда новая страна, особенно из Восточной Европы, вступает в Евросоюз, или вот как Украина пытается наладить какие-то экономические отношения, невероятный поток сразу мигрантов прибывает в страну, и вот вроде как опять же в той же Британии все водопроводчики, чуть ли не румыны там и венгры, то есть это как-то изменяет своего рода рынок. Вообще вот эта глобализация, она больше от нее плюса или минуса? Вы знаете, вопрос, который, как говорится, к нему подойти. То есть с точки зрения экономики всегда хорошо, если к вам на работу в страну приезжают люди, особенно если они восполняют тот недостаток рабочей силы в каких-то отраслях и профессиях, которые вы не можете восполнить за свой, как говорится, счет, за счет своих граждан. С другой стороны, естественно, негативное может оказать влияние, если это не цивилизованная трудовая миграция, а это гастарбайтерство. То есть когда за счет демпинга, за счет того, что кто-то согласен жить хуже, получать меньше денег, спать на полу в общежитии по 10 человек, лишь бы только получить какую-то работу, тем самым он выдавливает с рынка того, кто на такие условия не готов. Но это явно не тот случай, когда мы говорим про вакансии в Букингемский дворец. Огромное спасибо. Иван Кузнецов комментировал поиски работы под кролом Королевы. Человек от портала Суперджопру.